В центре внимания Арселор Миттл Тимиртау. Сегодня на брифинге рассказали, что компания задолжала одному из карагандинских предприятий более 2,5 миллиардов тенге. В результате деятельность фабрики была приостановлена и около 500 человек остались без работы. Подробности в репортаже. 17 августа 2022 года между Майкудукской обогатительной фабрикой и Арселор Миттл Тимиртау был заключен контракт на 2022-2023 годы. ТО «Касферит» поставляла угольный концентрат Арселору в рамках заключенного договора. Со стороны Арселора не было ни одной претензии по качеству концентрата к срокам поставки или иным условиям договора. Но в один момент, несмотря что контракт до 31 декабря, Арселор прекратил работу без каких-либо объяснений. «Касфериту» группе компаний Арселор еще должен 2,6 миллиарда миллионов. Компания поставила 33 тысячи тонн концентрата на комбинат, а комбинат забыл оплатить вот эти самые деньги. Здесь мы опять говорим о том, что уровень социальной ответственности у Арселора далеко не самый высокий. ТО «Касферит» – фабрика в городе Караганда по обогащению угля и высококачественного продукта угольного концентрата. Ежегодные платежи предприятий в бюджет составляют более 850 миллионов тенге. С начала июля текущего года предприятие вынуждено остановило свою деятельность. Практически весь трудовой коллектив отправлен в отпуск без содержания. Многим пришлось уволиться, не дожидаясь выплат. Закрытие фабрики повлияло на стабильную жизнедеятельность более 500 человек и членов их семей. Потеря трудовых доходов отрицательно сказывается на их материальном благополучии. У многих рабочих имеются кредиты. Долг огромный. Арселору мы возили уголь, все нормально оплачивалось. И вот именно с июня месяца они перестали оплачивать за поставленный концентрат, не продлили договор с нами. И у нас получился огромный долг перед подрядчиками, перед рабочими и перед государством. У нас огромные налоги. На данный момент у предприятия большая задолженность по заработной плате около 20 миллионов тенге. По налогам около 100 миллионов тенге. Работа стоит два месяца. Работники жалуются, ведь впереди новый учебный год, а в кармане почти ничего нет. Очень большой долг. Элементарно, мы сейчас не сможем запуститься даже, потому что мы должны порядка 800 миллионов подрядчикам. Сейчас надо искать нового подрядчика. А с такой репутацией кто к нам придет? То есть мир полон слухов. Все понимают, что если компания как бы одному подрядчику не заплатила, соответственно и другому не может заплатить. Кто к нам придет работать? Ситуация тяжелая. Трудовой коллектив предприятия твердо считает, что государство должно экстренно вмешаться в данную ситуацию. Арселор Митл Тимиртау, осуществляющий свою деятельность в нашей стране, обязаны исполнять нормы о казахстанском содержании. И, конечно же, акцентировать внимание на ценности и поддержке отечественного производителя. Порядка 500 человек в цепочке завязаны. Но это 500 семей. И они остались без средств к существованию. Но Арселору на это, в общем-то, ну как бы, ну ему все равно.